Арчанку с грудным ребенком на руках жестоко избил ее бывший супруг. Все случилось 26 июня, примерно в 8 часов вечера, в районе дома номер 32 по улице Комарова, за парком Северный. Ольга Вотчель рассказала подробности случившегося. Вечером в 8 часов я должна была забрать ребенка после работы. Созвонилась с ним и он мне сказал подойти там в зоопарк Северный, работает его мама. Я подошла туда, начинаю забирать ребенка и просто в мою сторону начинается агрессия вообще с пустого места. Начинаются побои. Наносил мне удары по голове сначала просто руками, потом вмешалась его мама. Она начала кричать на меня, что я очень виновата и такая плохая. Потом начались уже побои, уже начались, то есть ноги уже пошли, он начал меня пинать. Когда я падала, мама меня поднимала, но когда прохожие хотели вызвать скорую, она говорила, что все в порядке, скорая уже вызвана, хотя на самом деле это было не так. То есть она не давала оказать мне помощь. Девушка рассказала, что ушла от мужа из-за того, что он пил и постоянно ее избивал. Более того, мужчина отбирал пособие на ребенка. То есть я отмылась от крови и самое главное для меня было успокоить ребенка, потому что все-таки психологическая травма, он очень маленький. Все это время я просто получала в свой адрес кучу оскорблений. И как от него, так от его мамы. То есть о том, чтобы вызвать скорую, как-то оказать мне помощь, речи там даже не шло. Ольга призналась, что на тот момент почти попрощалась с жизнью. По словам Орчанки, бывший муж разбил ей губу и выбил четыре зуба. Посадил у меня машину, отвелся к себе в квартиру, то есть к своим родителям. Там дома находилась его бабушка. Ну, поехала, конечно, на свой страх и риск, потому что, чтобы больше не пугать ребенка и его криками. И в комнате он взял меня в комнату, точно так же начал наносить мне побои. То есть я за ребенком приехала в восемь. Вместе с полицией я вышла. Было без пятнадцати одиннадцать. Девушка рассказала, что в тот страшный вечер ей чудом удалось выбраться из квартиры и вызвать полицию. Он забыл, что у меня есть мобильный телефон. Когда он вышел из комнаты, я смогла сделать смс-рассылку в отца подружкам с фотографией. И они вызвали полицию. Полиция, когда приехала, они спрятали меня в комнате. То есть дома уже была его мама, его бабушка. Все это происходило на их глазах побои. Никто не останавливал из них. Когда он уходил, я пыталась успокоить, конечно, ребенка. Полиция приехала, они мне открывали дверь. Делали вид, что их нет дома. Но, естественно, полицейские не успокаивались, потому что было несколько вызовов от моих подруг. По словам Ольги Вотчель, бывший супруг долгое время не открывал дверь сотрудникам полиции. Кроме того, угрожал девушке, если она будет кричать или просить о помощи. Когда они нашли меня в комнате, они увидели мое изроданное лицо. Они просто были в шоке. Я была вся в крови. Вот эта разодранная губа. Они, честно, были в шоке. Они спросили, будешь ли ты писать заявление. Я ответила, конечно. Но мама, моего бывшего мужа, начала вступаться за меня. Говорит, что я находилась, что я не алкогольного опьянения. Что я неадекватная, что я девушка легкого поведения. Что он меня не трогал, и я просто упала. Но, естественно, полиция в это не поверила. Благодаря сотрудникам полиции девушке удалось выбраться. Ольгу сразу доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. После Орчанка вместе с полицейскими приехала в отделение, чтобы снять побои и написать заявление. В настоящее время Ольга с ребенком были вынуждены уехать из Орска ради безопасности. На данный момент историю Орчани массово распространяют в соцсетях. Бывший супруг девушки пока публичную ситуацию никак не прокомментировал. Нашли только одну девочку, которая видела, как меня удерживали, но не как меня избивали. Самое главное для меня найти свидетелей, потому что сейчас я узнала, что они уже нашли адвоката, который будет защищать их, и хотят это просто оставить безнаказанным. В пресс-службе УМВД России Паренбургской области сообщили следующее. Заявление по этому факту в полицию поступило. Проводится проверка, собирается материал. Процессуальное решение будет принято после того, как поступят документы из судебно-медицинской экспертизы о тяжести причиненных телесных повреждений. Если вы стали свидетелем этого происшествия, позвоните в нашу редакцию урск.ру по номеру телефона 83537 340 300. Ксения Семененко, Николай Бараников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия».